17 января состоялось заседание Международного наблюдательного совета научного центра мирового уровня рациональное освоение запасов жидких углеродов планеты на базе Казанского федерального университета под председательством главы республики. На встрече присутствовали президент республики Татарстан Рустам Миниханов, ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин и руководитель научного центра мирового уровня Данис Нургалиев. В состав участников также вошли руководитель аппарата президента республики Татарстан Азгад Сафаров, помощник президента республики Татарстан Ренат Галиев, министр промышленности и торговли республики Татарстан Олег Коробченко, министр образования и науки республики Татарстан Эльсур Хадиулин, генеральный директор Татнефть Наиль Маганов, генеральный директор Татнефть и Химинвестхолдинг Рафинат Юрулин, руководитель центра добычи углеводорода Сколковского института науки и технологий Михаил спасенных, директор по науке «Газпромнефть» Марс Хасанов и другие представители научно-образовательных организаций и промышленных предприятий. В Татарстане функционирует одна из десяти научных центров мирового уровня, созданных в России по приоритетам научно-технологического развития. Деятельность республиканского центра направлена на разработку эффективных технологий поиска, расцветки и освоения залежей углеводородного сырья. Мирового уровня был создан в конце 2020 года на базе Казанского федерального университета по направлению экологически чистой ресурсосберегающей энергетика, эффективное региональное использование недр и биоресурсов. Главные задачи центра – проведение научных исследований, создание технологий, методов улучшения нефтеотдачи, обеспечения России дешевой и экологической нефтью. Центр создан в целях осуществления прорывных исследований фундаментального поискового характера, направленных на решение задач, соответствующих мировому уровню актуальности и значимости. По направлению экологически чистой ресурсосберегающей энергетики наш проект получил поддержку от консорциума четырех университетов – Казанского, Губкинского университета, Уфимского университетного и Сколтеха. В рамках научного центра мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты» ученые Казанского университета выполняют десятки проектов, связанных с созданием новых инструментов исследования залежей нефти, мониторингом их разработки на основе сквозных технологий, нейронных сетей и искусственного интеллекта, анализа больших данных. Например, на Ромашкинском месторождении более 40 тысяч скважин, данные, по которым по необходимым параметрам может обработать оперативно только искусственный интеллект, построенный на нейронных сетях. Развитие научного центра мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты» на 2020-2025 годы – это основной документ нашего центра. В нем представлены планы по научным исследованиям центра, сотрудничеству с зарубежными организациями, развитию кадрового потенциала, в том числе реализации образовательных программ и программ дополнительного профессионального обучения. Можно выделить три направления развития НЦМУ. Первое – исследование бассейнов нефтегазонакопления, разработка технологий прогнозирования запасов углеводородов на малоизученных территориях, создание резервов извлекаемых запасов жидких углеводородов. Второе – исследование состояния и эволюции крупных и гигантских нефтегазовых месторождений на поздней стадии, создание и реализацию новой парадигмы их рациональной разработки. Третье – разработка эффективных технологий добычи запасов сложной структуры – сверхвязкая нефть, нефть карбонат коллекторатов, нефть плотных и нефтематеринских пород. Общая сумма финансирования научного центра мирового уровня составляет более 3 миллиардов рублей. Доля Казанского университета – более 1,8 миллиарда рублей. В конце заседания Денис Нургалиев подвел итоги работы центра, после чего президент Республики Татарстан Рустам Мениханов отметил, что создание такого рода научного центра мирового уровня помогает укрепить научную сферу в Республике.